Может ли банк подать на банкротство первым, раньше, чем должник? И какие от этого могут быть последствия? Всем здравствуйте, я Роман Родин, руководитель юридической группы Дело Время. Мы законно избавляем граждан от долгов уже более 8 лет. Сегодня я расскажу, может ли банк подать на банкротство первым, и какие последствия ждать должнику от этого. С вас авансом лайк, для вас это всего лишь 3 секунды, а нам огромная польза. Елена к нам пришла с долгами в 1 миллион рублей. По долгам платить уже сил не было, она не могла. Доход упал со 100 тысяч до 30. Банкротство для нее был единственный вариант списания долгов. Вот только есть гараж стоимостью в 300 тысяч рублей, его Елена терять не хотела, само собой. Поэтому она размышляла, как быть, идти в банкротство или все-таки нет. Пока размышляла, банк уже сам подал на ее банкротство, не спрашивая естественно. Сначала Елена обрадовалась, мол, платить за процедуру не надо, и самой делать ничего не придется. А потом столкнулась с тем, что, в принципе, с этой ситуацией сталкиваются все те, на кого банк подает на банкротство первым. Финансовый управляющий не выдает зарплату, вернее, он выдает ее с задержкой в 3 месяца, и то с боем. При этом, само собой, до него не достучаться. Но что поделать, это же дружественный арбитражный управляющий банку. Конечно, он будет действовать в его интересах. Естественно, он вынес из дома все, что только можно было продать. Гараж ушел с торгов за сущие копейки. Так еще и в процедуре Елену уже находится полтора года. Ну и арбитражный управляющий, само собой, данные торги по гаражу еще и задерживал. А все это время Елена получает вместо 30 тысяч рублей своего дохода только 15 тысяч. При этом, у нее астма, а это, как вы знаете, хроническое заболевание. И вот в этом случае, арбитражный управляющий даже не удосужился выделить ей деньги на лекарства из конкурсной массы. Хотя он вполне мог добиться этого через суд. История довольно печальная, но она реальная. Теперь разберемся, когда же банк действительно может подать на ваше банкротство сам, первым. Первое условие, при котором банк может это сделать, это 3 месяца просрочки. У должников здесь все-таки преимущество. Им не нужно ждать 3 месяца. Если понимаете, что по долгам платить не можете, не в силах, то можете смело подавать на банкротство. Особенно, если вас сократили на работе или, не дай бог, вы все-таки заболели. Второй момент. Банк привлекают те клиенты, с которых есть что взять. Вот если клиент пойдет в процедуру банкротства через юристов, есть шанс, что можно будет сохранить, к примеру, авто. Мы, к слову, умеем это делать. Сохранение у нас входит в стоимость банкротства. А если банк узнает, что у вас есть имущество, которое можно продать на торгах и закрыть перед ними долг, то он точно попробует подать на ваше банкротство первым. А когда еще банк подаст на ваше банкротство сам? Если сумма существенная от 300 тысяч рублей, если у вас долг 100 тысяч рублей, банку вообще это неинтересно, а слово совсем, он не будет подавать на ваше банкротство. Давайте приведу еще пример. У Юли ипотека и долги по кредитам 1 миллион рублей. Брала она на ремонт этой квартиры. Ипотеку платят исправно, а на долги по кредитам нет денег. В таком случае ипотечное жилье не заберут, пока по нему идут ежемесячные платежи. Ну, как правило, это так. Но банк, по которому кредит на миллион подал на банкротство Юлии, а в реестр также включился тот банк, который давал ипотеку. В результате квартира ушла с торгов. А что было бы, если Юля сама пошла в банкротство? Она могла бы погасить ипотеку, а квартира обрела бы статус единственного жилья, который не забирают в процедуре банкротства. А долги на миллион можно было бы списать в процедуре банкротства уже отдельно. Какой итог? Когда вы сами инициируете свое банкротство, есть время на подготовку, есть шанс сохранить имущество. Арбитражный управляющий с вашей стороны будет все-таки проверенным, если вы обращаетесь в нормальную компанию. И будет выделяться вам прожиточный минимум без всяких задержек. Также вы будете иметь обратную связь и с компанией юридической, и с арбитражным управляющим. В нашей компании происходит это именно так. Кроме того, мы заинтересованы максимально в короткий и сжатый срок списать вам долги и не растягиваем процедуры на годы, как это делают некоторые наши конкуренты. Уже на первой бесплатной консультации вы поймете, какое из вашего имущества возможно сократить. Сократить? Говорка по фрейдер. Уже на первой консультации вы поймете, какое из вашего имущества возможно сохранить, а с каким имуществом будут проблемы. Ну, например, как я сказал выше, автомобиль сохранить возможно. А вот если у вас есть, помимо единственного жилья, еще какие-то квартиры, здесь уже могут быть вопросы. Также вы морально подготовитесь. Никаких неприятных сюрпризов вас в таком случае ожидать не будет. Кроме того, нашим клиентам ходить в суды и тратить нервы не нужно. Они в надежных руках, и мы сами все делаем за клиента. А наши клиенты только ждут, когда настанет спокойная жизнь. Обычно процедура банкротства в нашей компании занимает от 8 до 10 месяцев. Все надежно. Гарантия прописана в договоре. Если хотите, чтобы я или мои юристы разобрали именно вашу ситуацию и избавили именно вас от долгов, то напишите мне по ссылке в описании в WhatsApp. Я и моя команда разберем ситуацию и свяжемся с вами, объясним, что вам делать. Я лишь напомню, что мы работаем без всякой предоплаты, даем юридическую гарантию в договоре и предоставляем рассрочку на срок до 12 месяцев. Друзья, не забывайте поставить лайк, потому что чем больше должников увидит это видео, тем большее количество людей, таких как мы с вами, спишет долги и будет нам благодарны. Мы получим плюс один к армии, и все будем счастливы. Также я жду ваших вопросов в комментариях под этим видео. Я лично каждый комментарий читаю и на все отвечаю. Всем пока!